Глава шестая Собеседник Уэллза, седой человек крепкого сложения, с энергичным лицом и манерами военного, поднял воротник шубы и взялся за ручку двери. Благодаря вам я уже обратил внимание на то, что последние явившиеся сюда путешественники начинают распродавать свое снаряжение и покупают собак. Вы себе представляете, какая будет гонка по льду, как только река станет? И каждый, кто продаст тысячу фунтов съестных припасов и уйдет, уменьшит требования одного пустого желудка и наполнит другое из числа оставшихся здесь. Когда уходит Лора? — Сегодня утром с тремя сотнями пассажиров, не имеющих продовольствия. Я бы хотел, чтобы их было три тысячи. — Аминь. — Между прочим, когда приедет ваша дочь? — Я ее жду со дня на день. В глазах Джекоба Уэлза зажегся теплый свет. — Приходите к обеду, когда она приедет, и приведите из ваших казарм двух-трех молодых офицеров. Я не знаю их имен, но это ничего не значит. — Вы можете передать им приглашение от моего имени. Я не поддерживаю связи с местным обществом, у меня нет на это времени, но мне хочется, чтобы моя дочка весело проводила время, ведь она жила все время в Лондоне и в Штатах, и здесь ей может показаться скучно. Вы согласны со мной? Джекоб Уэллс закрыл за посетителем дверь, пододвинул свое кресло к камину и поставил ноги на каминную решетку. На мгновение в мерцающем свете камина перед ним встал образ молодой девушки, за ним образ красивой женщины англосаксонского типа. Дверь открылась. — Мистер Уэллс, мистер Фостер послал меня справиться, принимать ли ему ордера на склад. — Безусловно, мистер Смит, но только он должен уменьшать их наполовину. Если у кого-нибудь имеется на руках ордер на тысячу фунтов, вы давайте ему только пятьсот. Он закурил сигару и снова откинулся на спинку кресла. — Вас желает видеть капитан Макгрегор, сэр. — Просите. Капитан Макгрегор вошел и остановился подле кресла своего хозяина. Тяжелая рука нового света с детства легла на плечи шотландца. Но непоколебимая честность сквозила в каждой черте его изборожденного глубокими морщинами лица, а его выступающий вперед подбородок говорил о том, что честность — лучшая политика по отношению к нему. Во всяком случае, таково было впечатление всякого, кто имел дело с обладателем этого подбородка. Подтверждалось это и его носом, сломанным и несколько свернутым на сторону, и длинным рубцом, который тянулся через весь его лоб и скрывался в седых волосах. — Мы снимемся с якоря через час, сэр. Я пришел за последними распоряжениями. — Хорошо. — Джекоб Уэллс повернул к нему свое кресло. — Капитан МакГрегор. — Да. — Я на эту зиму имел для вас в виду другую работу. Но я передумал и назначил вас на лору. Вы догадываетесь о причине моего решения? Капитан МакГрегор переступил с ноги на ногу, и лукавая усмешка сверкнула в его глазах. — Вы предвидите затруднение? — проворчал он. — И я не мог найти более подходящего человека, чем вы. Перед тем, как двинуться, вы получите от мистера Белли точное указание. Я вам скажу только одно. Если мы не сможем спугнуть отсюда достаточное количество людей, Форт Юкон будет нуждаться в каждом фунте съестных припасов. Вы меня понимаете? — Да. — Вы не должны быть расточительны. Вы везете с собой 300 человек. Есть основания предполагать, что еще вдвое большее количество людей подойдет к вам по льду, как только станет река. Вам придется этой зимой кормить тысячу человек. Дайте им пайки, рабочие пайки, и смотрите за тем, чтобы они действительно работали. Пусть они заготавливают дрова по 6 долларов за штабель и ставят их на берегу в таком месте, где могут причаливать пароходы. Кто не будет работать, тот не получит пайка. Вы меня понимаете? — Да. Тысячи человек могут натворить больших безобразий, если они будут бездельничать. Мало ли что может быть. Наблюдайте за тем, чтобы они не грабили продовольственных ям. Если они это сделают, исполняйте ваш долг. Капитан мрачно кивнул. Его руки невольно сжались, а рубец на лбу побелел. Там во льду стоят пять пароходов. Укрепите их так, чтобы их не унесло и не поломало, когда весной тронется лед. И прежде всего, снимите с них весь груз и сложите его в одну большую яму. Вам легче будет ее защищать. Вы можете сделать ее вовсе неприступной. Отправьте человека на форт Берр и попросите мистера Картера прислать вам трех своих служащих. Он обойдется без них. В Сёркле нет никаких особенных дел. Сделайте по дороге остановку и возьмите на борт половину служащих мистера Бердвелла. Они вам понадобятся. Вам придется иметь дело с достаточным количеством хороших стрелков. Будьте непреклонны. Держите их с самого начала в страхе божьем. И помните, что тот, кто стреляет первым, чаще всего остается в выигрыше. И неусыпно следите за съестными припасами. — И за революерами этих бандитов! — проворчал капитан МакГрегор, закрывая за собой дверь. — Джон Мелтон! Мистер Мелтон, сэр! Вы можете принять его? — Слушайте, Уэллс, что это значит? Разгневанный Джон Мелтон вошел вслед за клерком и чуть не сбил его с ног. Он тыкал каким-то документом прямо в лицо председателю компании. — Прочтите, что здесь написано! — Джекоб Уэллс взглянул на документ и хладнокровно ответил. — Тысяча фунтов продовольствия. — То же самое и я говорю, но кладовщик отрицает это. Он утверждает, что мне следует получить только пятьсот фунтов. И то, что он говорит, совершенно верно. — Но... Документ выдан на тысячу фунтов, но на складе вы получите только пятьсот. — Разве это не ваша подпись? И Мелтон потряс документом перед самым носом собеседника. — Моя? — Так как же вы намерены поступить? — Я дам вам пятьсот фунтов. А как вы намерены поступить? — Откажусь их взять. — Отлично, больше нам не о чем говорить. — Напротив. Я намерен покончить все дела с вами. Я достаточно богат, чтобы самостоятельно доставлять себе грузы через ущелье, и я сделаю это в будущем году. Наши деловые отношения с этого момента покончены раз и навсегда. — Ничего не могу возразить. Вы имеете в моем деле триста тысяч долларов с золотым песком. Идите к мистеру Эчлеру и попросите выдать их вам немедленно. Мелтон шагал взад и вперед в бессильной ярости. — Неужели я не могу получить остальные пятьсот фунтов? — Боже ты мой! Я ведь заплатил за них! Уж не собираетесь ли вы уморить меня голодом? — Послушайте, Мелтон... Джекоб Уэллс остановился и стряхнул пепел с сигары. — Что вы сейчас вот в эту самую минуту делаете? Что вы хотите получить? — Тысяча фунтов продовольствия. — Для собственного потребления. Король бананцы кивнул головой. — Я так и думал. Морщины на лбу Джекоба Уэллса выступили резче. — Вы заботитесь только о собственном желудке, а я забочусь о двадцати тысячах желудков. — Но вы же выдали вчера Тиму МакКредди тысячу фунтов. Сократить выдачи было решено только сегодня. — Почему же мне пришлось первому попасть под новые правила? — А почему вы не пришли вчера, а Тим МакКредди сегодня? Лица Мелтона выразила полное недоумение, и Джекоб Уэллс сам ответил на свой вопрос пожатием плеч. — Вот так обстоят дела, Мелтон. — Ни для кого не будет сделано исключение. — Если вы считаете меня ответственным за Тима МакКредди, то я буду считать вас ответственным за то, что вы не пришли вчера. — Но пусть уже за все это отвечает провидение. — Вы уже испытали голод на сороковой миле? — Вы принадлежите к белой расе. То, что вы владеете бананцей или частью бананца, не дает вам права ни на один фунт больше, чем имеет получить старейший и бледнейший из местных старожилов или последний новорожденный ребенок. — Доверьтесь мне. До тех пор, покуда у меня будет хоть фунт продовольствия, вы не умрете с голоду. Возьмите себя в руки. Пожмите мне руку. Улыбнитесь и постарайтесь примириться с обстоятельствами. Все еще сердясь, но уже начиная приходить в себя, Золотой Король пожал руку Уэллзу и выбежал из комнаты. Не успела за ним закрыться дверь, как в комнату вошел, волоча ноги расхлябанной ямки. Ногой, обутой в макосин, он пододвинул к себе стул и уселся. — Слушайте, — начал он таинственно, — люди, как мне кажется, начинают волноваться по поводу ограничения выдачи продовольствия. — Алло, Дэв, это вы? — Очевидно. Вот я и говорю. Будет дикое бегство отсюда, как только замерзнет река. — Вы так думаете? — Угу. Я очень рад это слышать. Это именно то, что мне нужно. И вы двинетесь со всеми? — В жизни не двинусь. Дэв Харней запрокинул голову с выражением полного удовольствия. — Вчера я отправил мою кладь на прииск. Думаю, что сделал это как раз вовремя. Но послушайте, у меня с сахаром вышло неладно. Он лежал на последних санях, и как раз в том месте, где дорога сворачивает от клондайка на банансу, сани провалились сквозь лед. Больше я их не видел. — Подумайте, последние сани, и на них весь мой сахар. Вот я и надумал зайти к вам сегодня и взять у вас фунтов сто. Белый или коричневый, мне безразлично. Джекоб Уэллс покачал головой и улыбнулся. Харней пододвинул свой стул поближе. — Ваш клерк сказал, что он ничего не знает. Не имело никакого смысла приставать к нему, и я сказал, что зайду к вам. Мне все равно, какой сахар вы дадите, дайте только сто фунтов, и я буду удовлетворен. — Слушайте, — продолжал он, видя, что собеседник относится к его предложению явно отрицательно. — Ведь вы знаете, что я страшный сладкоежка. Вспомните-ка те леденцы, которые я состряпал на Притчер Крик. Подумайте только, как время бежать. Ведь это было шесть лет назад, даже больше, пожалуй, семь. Семь будь я проклят. Так вот, я говорю, пусть лучше я лишусь своей заявки звезды, чем останусь без сахара. Так как же будет? Я здесь с собаками. Не пойти ли нам на склад за сахаром? Блестящая мысль. Тут он ясно увидел, что с губ Джекоба Уэллза готово сорваться нет, и поспешил заговорить, прежде чем тот успел что-то ответить. — Разумеется, я не хочу забрать себе все, но ни за что на свете не сделаю этого. Так что, если у вас сахара мало, я могу удовлетвориться и семидесятью пятью фунтами. Он пристально вглядывался в лицо своего собеседника. — Ну, даже, пожалуй, достаточно будет пятидесяти. Я вхожу в ваше положение, и я не такая низкая тварь, чтобы приставать. — Какой смысл сыпать словами, Дэв? Мы не можем дать вам ни одного фунта сахара. — Ну, хорошо, ведь я и не хочу обирать других. А кроме того, принимая во внимание, что я имею дело с вами, Уэллз, я обойдусь и двадцатью пятью. — Ни одной унции. — Как? Совсем не крошки? — Ну, ну, не сердитесь, мы забудем, что я вас о чем-то просил. Я заверну к вам как-нибудь в другой раз. До свидания. Послушайте. Он повернулся, наклонив голову на бок, и, казалось, весь превратился в слух. — Ведь это свисток лоры. Она скоро отходит. Вы пойдете посмотреть, как она отваливает? — Пойдемте вместе. Джекоб Уэллз надел медвежью шубу, рукавицы, и они прошли через контору на главный склад. Он был так обширен, что двести человек-покупателей, стоявших у прилавков, были почти незаметны. У многих было пасмурное выражение лица, и кое-кто даже мрачно смотрел на председателя компании, когда последний проходил мимо. Приказчики продавали все, что угодно, за исключением продовольствия. А продовольствие-то именно и было в спросе. — Припрятали. — Сдувают цены. — Будут голодные цены, — брюзжал рудокоп с рыжей бородой. Джекоб Уэллз услышал эти слова, но не обратил на них никакого внимания. Он знал, что пока не уляжется паника, он много раз услышит подобные речи, и даже значительно худшие. Выйдя на боковую дорожку, он остановился, чтобы просмотреть объявления, которые обыкновенно вывешивались на боковой стене здания. Висели там объявления о пропаже, находке и продаже собак, но большую часть составляли объявления о продаже походного снаряжения. Наиболее робкие были уже напуганы. Снаряжение в 500 фунтов весом предлагалось по цене в 1 доллар за фунт, если в него не входила мука. Снаряжение с мукой расценилось в 1,5 доллара за фунт. Джекоб Уэллз увидел, что Мелтон беседует с вновь прибывшим человеком, лицо которого было весьма озабочено. Довольная узмешка короля Бананса свидетельствовала о том, что ему все-таки удалось наполнить доверху свою продовольственную яму. — Почему вы здесь не поищите сахара, Дэв? — спросил Джекоб Уэллз, указывая на объявление. Дэв Харней с упреком посмотрел на него. — Напрасно вы думаете, что я не искал. Я в конец загнал своих собак, объехав всю округу от Клондайка до госпиталя, и нигде я ничего не нашел, ни за деньги, ни даром. Они спустились по боковой тропинке, ведущей вдоль блок гауза, мимо дверей склада и ряда длинных санок. Запряженные в сане собаки поволчьи разлеглись в снегу. Это был первый настоящий снегопад за всю зиму. Наконец-то рудокопы дождались возможности начать перевозку клади. — Смешно, не правда ли? — еще раз закинул удочку Дэв, когда они проходили по главной улице, ведущей на берег реки. — Смешно, что я владелец двух заявок в Эльдорадо в пятьсот с лишним футов каждая. Что я человек, стоящий пять миллионов, как один цент. Что я не имею чем подсластить себе кофе или кашу. — Провалить она к чертям, эта страна, пропадя она пропадом, я продам свои заявки. Я брошу все. Я... 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 я уеду в Штаты. — О, нет, вы этого не сделаете, — ответил Джекоб Уэллс. — Я от вас это и раньше слышал. Вы целый год питались исключительно мясом, когда торчали в верховье фрике Стюарт, если память мне не изменяет. И вы ели внутренности лососи и собак, когда были в Тонанау, не говоря уже о том, что два раза вам пришлось пережить голод. — И все-таки вы не уехали отсюда? И вы никогда не уедете. Вы здесь и умрете, и это так же верно, как то, что сейчас лора снимается с якоря. И я спокойно ожидаю того дня, когда я увезу вас отсюда в свинцовом ящике и обременю Сан-Франциско заботами о ликвидации вашего имущества. — Вы здесь завязли, и вы сами это отлично знаете. Пока он говорил, он все время отвечал на поклоны встречных. Кланялись ему преимущественно старожилы, и он знал каждого из них по имени. Но не было также почти ни одного новичка, которому не было бы знакомо его лицо. — Я готов побиться об заклад, что в 1900 году я буду в Париже, — слабо протестовал король Альдорадо. Но Джекоб Уэллс не слушал его. Раздались резкие звуки гонга, Макгрегор отдал ему салют, стоя на капитанском мостике, и лора медленно отошла от берега. Провожающие огласили воздух пожеланиями счастливого пути и последними напутствиями. Но триста неудачников, оставлявших на берегу все свои золотые мечты, были настроены весьма грустно и безнадежно, и ничего не отвечали. Лора пробралась через канал, пробитый в прибрежном льду, течение реки подхватило ее, и, дав последний свисток, она пошла на всех парах. Толпа разошлась по своим делам. Джекоб Уэллс остался стоять окруженной толпой человек в двадцать. Разговор шел о голоде, но это был разговор сильных людей. Даже Дэйв Харней перестал осыпать проклятиями страну, где нельзя достать сахара, и весело издевался над новичками. Чичако, как он называл их, заимствуя это слово из языка сивашей. Внезапно его зоркие глаза различили черную точку, двигавшуюся по реке среди кашицеобразного льда. — Взгляните-ка! — закричал он. — Сюда плывет лодка! Искосно лавируя отток ребяту, отталкиваясь от плывущих льдин, двое людей, сидевших в лодке, старались пробраться к прибрежной твердой полосе льда и найти в ней проход. Попав в канал, пробитый пароходом, они налегли на весла и стрелой понеслись по спокойной глубокой воде. Ожидавшие встречили их с распростертыми объятиями, помогли им забраться на берег и втащить туда же их скорлупку. Над ней ее лежали две кожаные почтовые сумки, два одеяла, кофейник, сковородка и маленький мешок со съестными припасами. Что же касается двух людей, то они так замерзли, что с трудом держались на ногах. Дэйв Харней предложил угостить их в виски и хотел немедленно увезти их, но один из них задержался, чтобы застывшей рукой пожать руку Джейкобу Уэллзу. Она близко сообщила, мы обогнали ее лодку час тому назад, ее лодка может каждую минуту показаться из-за поворота, у меня для вас есть депеши, но я принесу их немного погодя, я должен сначала чего-нибудь выпить. Повернувшись, чтобы идти с дожидавшимся его Харнеем, он остановился и указал на реку. — А, вот и она! Только что показалась из-за утеса. — Ну, бегите, ребята, и пейте виски, — понукал их Харней. — Скажите, чтобы записали на мой счет двойную порцию, и простите, что я не иду вместе с вами, я останусь здесь. По клондайку несся густой слой льда, частью кашицеобразного, частью твердого, льда, который отгонял лодку на середину реки. С берега ясно было видно, как люди изо всех сил борются со стихией. Четыре человека стоя направляли баграми лодку между наседавшими на них льдинами. На борту была установлена печь, и из ее трубы ввелся вслед за лодкой голубоватый дымок. Когда лодка приблизилась, с берега стало возможным рассмотреть фигуру женщины, стоявшей на корме и орудовавшей длинным рулевым веслом. При виде ее глаза Джейкоба Уэллза сверкнули. Это было первое предзнаменование, и при том хорошее. Она осталась дочерью Уэллза, не боящейся труда и борьбы. Годы, проведенные ею в цивилизованных странах, не сделали ее слабой. Она вкусила земных плодов, но не чуждалась и самой земли. Она возвращалась к ней радостно и совершенно естественно. Так размышлял он, глядя, как приближается лодка, окруженная льдинами. Единственный в лодке белой взял в руки фоллинь и выскочил из лодки, чтобы замедлить ее ход и направить в канал. Но береговой лед, образовавшийся только накануне вечером, провалился под его тяжестью. Человек упал в воду. Под напором большой льдины нос лодки круто повернулся, так что упавший выплыл за кормой. Женщина быстро нагнулась и схватила его рукой за вратник. В то же мгновение раздался громкий и властный голос, приказывавший сидевшим на веслах индейцам грести обратными ударами. Продолжая держать над водой голову мужчину, она всем телом оперлась на рулевое весло и провела лодку в канал кормой вперед. Еще несколько взмахов весла и лодка была у берега. Она передала щелкающего зубами человека Дэйву Харнею. Тот вытащил его из воды и немедленно погнал вслед за ребятами, привезшими почту. Фрона поднялась, щеки ее горели от быстрых движений. Джейкоб Уэллс стоял охваченной нерешительностью. Фрона была на расстоянии двух шагов от него, но между ними лежала бездна. Три года разлуки. Теперь ей двадцать лет, а было семнадцать, когда они расстались. Разница была огромная. Он никогда не думал, что она будет так велика. Он не знал, что ему делать, заключить ли это сияющее юное создание в свои могучие объятья, или просто взять ее за руку и помочь сойти на берег. Его колебание прошло незамеченным. Она сама быстро скользнула к нему и обняла его. Стоявшие наверху, все как один отвернулись, пока они оба, держась за руки, не поднялись на берег. Джентльмены, моя дочь. На его лице была написана величайшая гордость. Фрона посмотрела на всех окружающих с дружелюбной улыбкой, и каждому почудилось, что ее глаза глянули именно на него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова